В Тобольских духовных школах прошли традиционные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Самое главное в этот день и спросить благословения Божие на начало обучения. Именно поэтому для учащихся этот день начался с соборным богослужением в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля, которое возглавил митрополит Дмитрий, ректор Тобольской духовной семинарии. Тобольская духовная семинария, являясь старейшим учебным заведением Сибири, имеет свои традиции. Одна из них – торжественное шествие воспитанников всех духовных школ Тобольска во главе с владыкой ректором и преподавателями от учебного корпуса к Софийско-Успенскому кафедральному собору Тобольского Кремля под колокольный звон. После шествия совершается молебен небесному покровителю учащихся, святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому и все о Сибири. По окончании молебна все учащиеся получили благословение Владыки на начало учебного года. Каждому поступившему в первый класс Тобольской православной гимназии, митрополит Дмитрий лично вручил рюкзак с набором первоклассника. Грядущий учебный год – особенный для местных духовных школ. 25 лет назад решением Синода была возрождена древнейшая в Сибири семинария. Этот юбилейный год ознаменован важным событием. По благословению святейшего патриарха Кирилла, в семинарии открыт новый уровень высшего образования – магистратура по двум направлениям – церковная история и мессиология. Владыка-ректор пожелал всем преподавателям и студентам помощи Божией в наступающем учебном году. В основе всякого образования и познания должно быть познание правды и истины Божией, познание Бога и утверждение в вере православной, как это многие века делали наши благочестивые предки. В новом учебном году общее число учащихся Тобольских духовных школ, включая семинарию, регенскую иконописную школу, а также гимназию, составило 451 человек. Радует и то, что свой 25-летний юбилей после возрождения Тобольская семинария встретила в новом учебном корпусе, где располагаются учебные аудитории, кабинеты древних и новых языков, компьютерный класс с возможностью выхода в интернет. За эти годы для учащихся семинарий было построено новое общежитие, в котором располагаются спальные помещения, большой тренажерный зал, игровая комната. Хорошие условия и в иконописной школе. Приобретено новое современное оборудование для воспитанников. Все это повышает уровень подготовки будущих специалистов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!